книга открытым оком тема священства том 29 вопрос 4026 почему же даже революция не смогла своротить духовенство на путь первых христиан что не тем они занимаются а нужно всем идти и евангелизировать темную революционную массу народа отвечает игнатий тихонович лапкин только потому что те кто был за реформу и кто был за консервацию всего прошлого и пошлого все они одинаково были невозрожденными и желали только через внешнее устройство церкви привести к покорности вышедшую при наводнении из берегов широкую реку церковники ничего не соображали здесь кавычки открываются государственный переворот феврале марте 1917 года осуществился для большинства русских людей совершенно неожиданно он всех застал врасплох в том числе конечно святейший правитель правительствующий синод большинство членов его к тому же было в отсутствии уехав из петрограда свои епархии с наступлением великого поста общее положение русской церкви в то время могло казаться благополучно конечно временами возникали проблемы как всегда состав синода включая обер прокурора не всех мог удовлетворить в частности большой критики подвергался петроградский митрополит петерим но в этом не виделось ничего катастрофического церковь к этому времени вместе со всей империей преодолела искушение революции 1905 1906 года тогда революция врывалась в ее внутреннюю жизнь главным образом в виде беспорядков в некоторых духовных академиях и семинариях но все это преодолели и казалось наступила нормальное течение жизни под покровительством благочестивого царя напряжение чувствовалось только связи с тем что шла напряженная война были все основания надеяться что конец ее близится и что она завершится победой которая укрепила бы государственный строй и открыла бы возможность приступить к важнейшим реформам к их числу многие надеялись присоединить восстановление патриаршества после созыва всероссийского собора по грехам нашим бог осудил бог судил иначе тщательно подготовленный тайный заговор неожиданно поставил государя в такое положение что он не чувствуя ни в ком твердой опоры вместо того видел кругом себя только измену трусость и обман государь счел себя вынужденным подписать отречение от престола это сразу же вызвало быстрый развал всей государственной и общественной жизни очень скоро отразившийся и на положении церкви все происходило невероятно быстро синод мог собраться только тогда когда все уже было кончено и почти сразу был изменен и его состав а обер прокурором назначен в н львов не вполне нормальный фантазер мало кто в тот момент понял все значение происшедшего события оценивались в обществе только с политической точки зрения исходили из осуждения всего старого религиозно-нравственная сторона происшедшего не могла быть представлена ни в одном органе печати не ограниченная свобода была предоставлена только для критики и осуждения всего связанного с церковью мало кто понял тот момент что приняв этот переворот русский народ совершил грех клятво преступления отверг царя помазанника божия и пошел по пути блудного сына евангельской притчи подвергая себя таким же пагубным последствиям какие испытал он покинув отца февральская революция 1917 года а затем захват власти в россии коммунистической партии партии ей повлекли за собой такие испытания для церкви каких никогда и нигде не было в истории человечества если гонения за веру возникали во многих странах с разной силой с первых лет существования христианства то никогда преследование его не достигало такого размаха и такого утонченного коварства как в россии при советской власти к мероприятиям имевшим целью физическое истребление христиан прибавилось возникновение расколов пользовавшихся поддержкой коммунистической коммунистической власти невозможно понять канонического положения церкви в россии без того чтобы знать историю разных попыток советской власти внести в церковь дезорганизацию и расколы с тем чтобы починить ее врагам и разрушить ее изнутри для этого прежде всего были использованы лица которые выросли в православной церкви и иногда даже были ее священнослужителями но на самом деле по разным мотивам стремились к внесению в нее реформации протестантского характера эти лица создали обновленческое движение которое появилось сразу же после государственного переворота если были среди новых деятелей некоторые идеалисты то они скоро потонули в море оппортунистов стремившихся отнять власть из рук иерархии или лиц свои корыстно ставящих на службу новой власти в ее усилиях для уничтожения веры в русском народе обновленцы вышли из кругов русской интеллигенции проявлявших интерес к религиозным вопросам эти лица приближались к церкви но не входили по-настоящему в ее жизнь и не воспринимали ее учения полностью в петербурге и москве а частью и в других городах они встречались в разных кружках где впрочем наравне с ними выступали и лица с православными убеждениями в том числе профессора духовных профессора духовных академий довольно долго в петербурге председателем на заседаниях религиозно-философского общества был епископ ямбургский сергий строгородский последствий патриарх видным участником общества был и будущий вождь обновленцев епископ антонин грановский из будущих заграничных деятелей назову бердяева булгакова карташова мережковского мережковского франка кроме религиозно-философских обществ в петербурге и москве был ряд разных кружков члены которых если и интересовались религиозно-философскими вопросами то с предубеждением относились ко всему ортодоксальному как к чему-то скучному и устарелым в некоторых случаях кружки эти так далеко уходили от церкви что приближались к некоторым форм формам сатанизма о московском религиозно-философском обществе памяти владимира соловьева бывшие на его собраниях профессор н.с. арсеньев вспоминает это была религиозность но в значительной степени хотя и не исключительно вне церковная или вернее не церковная рядом с церковной а главное вливалась сюда порой и прямая струя символического аргиазма буйно органистического чувственно возбужденного иногда даже сексуально языческого подхода к религии и религиозному опыту из участников таких кружков и не церковно верующих прогрессивного направления вышли идейные основатели обновленческого движения гораздо больше было среди них пресс-витериан то есть представителей белого духовенства стремившихся к власти и питавшие их зависть и неприязнь к черному духовенству и епископам профессор б в титлинов один из основателей и главных деятелей обновленческого движения признает что в области внутренних церковных задач живая церковь поставила свою целью прежде всего освобождение церковной жизни из-под влияния машин монашеского епископата и передачу руководительства церковными делами в руки белого духовенства среди них было много авантюристов и свои корыстных предателей церкви тот же титленов признает что значительная часть обновленческих деятелей идейные задачи ставила на второй план по его словам для этого течения если можно назвать его этим именем задачи идейного характера заслонялись задачей использования сегодняшней победы над старым церковным режимом и даже иногда жаждой отмещения за понесенные прежде обиды и несправедливости профессор титлинов был одним из главных организаторов и деятелей обновленчества и поэтому нельзя не поверить такому его свидетельству история показывает что вообще люди такого типа обычно примыкают к революционным движениям еще в 1905 году группа будущего обновленческого духовенства присоединилась к революции из нее в петербурге образовался левый кружок известный под названием 32 священников не входя формально в число членов этого кружка к нему примыкали и другие евгений белков 1906 году даже начал издавать журнал красный звонарь он был ярко революционного характера и скоро был закрыт властями попытки продолжать это издание под другим названием не имели успеха в первые же дни революции 1917 года по выражению веденского еще под грохот уличной стрельбы в петроград эта группа по инициативе протеерея егорова собралась на квартире протеерея михаила попова там было решено организовать все прогрессивное в кавычках церковное общество во в кавычках всероссийский союз демократического духовенства и миря на первом месте у этого общества стояли цели революции и установления республиканского образа правления а на третьем реформа в церкви председателем избрали священника димитрия попова а секретарем протеерея александра веденского будущего возглавителя обновленческого движения союз демократического духовенства снесся с единомышленниками в москве и просил прислать им оттуда представителя поехал в веденский он снова выступил с лекцией но не имел успеха он выступил с лекцией но не имел успеха москва еще отставала от петрограда в отношении революционного духа и в союз записался только один священник гораздо лучше пошло дело союза в петрограде там к нему примкнул уже упомянутый нами профессор титлинов с его помощью при синоде был основан новый официальный орган а церковно-общественный вестник который союзу легко удалось взять свои руки через него он и повел всемирно пропаганду своих идей работа это облегчалась для церковных революционеров смутным положением в самом святейшем правительствующем синоде профессор протарей федор титов пишет о первенствующем члене синода в то время митрополите киевском владимире цитата ему убежденному стороннику строгой законности и непреклонному хранителю церковных канонов и традиций суждено было встретиться лицом к лицу с непреодолимым стремлением ввести революционные начала сферу церковных отношений к тому же место представителя революционной власти святом синоде священном синоде после переворота занимал человек совершенно не подготовленный принятому на себя положение и как потом оказалось больной вскоре обострившиеся отношения между синодом и обер прокурором закончились грубым актом со стороны последнего вошедшим в историю под именем разгона синода кавычки закрыты и синода были исключены все члены включая трех митрополитов из которых два были лишены своих кафедр в новый состав синода сюда не вошел ни один из бывших в нем до революции архиереев кроме архиепископа финляндского сергия строгородского вместо того членами синода были назначены четыре священника послание о созыве всероссийского собора подписано пятью епископами одним просто протопресвитером и тремя протеереями отношение необычное а соотношение необычное для того чтобы было понятно насколько это мероприятие было актом революционного насилия надо сказать несколько слов вообще о составе синода по штату утвержденному 9 июля 1918 года личный состав синода состоял из семи лиц из которых один назывался первенствующим а остальные членами и присутствующими члена синода назначались пожизненно а присутствующие вызывались для временного участия в его заседаниях пресс-фитеры обычно назначались не членами а только присутствующими членами бывали старейшие архиереи профессор суворов отмечает что в царствовании император александра третьего никто из пресс-фитеров не назначался членом а до этого а до того это случалось редко таким образом увольнение пожизненных членов синода было поступком незаконным и революционным разгону синода предшествовала не только упомянутое выше увольнение с кафедр двух митрополитов кроме них уволили с кафедр еще 10 архиереев архиепископ никон в книге жизни описания митрополита антония приводит их имена веденский не без некоторого бахвальства пишет о том как составлялся новый синод по его словам это в кавычках развернулись свободные творческие силы пришли те кто давно родила свободе церковной и политической инициативная группа петроградского духовенства в числе которых были члены государственной группы протеарей а я смирнов протеарей д филоненко профессор протеарей а рождественский и автор этих строк скобках то есть введенский организует новый состав синода кавычки закрыты и священников вошли эти же лица кроме введенского и как он пишет цитата ряда ребят либеральных епископов новый синод цитата признает факт революции ее необходимость новый синод опирается на сочувствующий ему немногочисленный слой ребель либерального духовенства которая сорганизовалась во цитата всероссийский союз демократического православного духовенства и простите всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян профессор титлинов с с особенным удовлетворением пишет о том как эти перемены обнадеживали обновленческие круги с помощью обер прокуратуры церковно-общественному мнению удалось наконец в середине апреля добиться распуска старого синода немалую роль сыграл при этом совет по делам православной церкви образовавшиеся из думского духовенства некоторых членов думы мирян и прогрессивных церковных деятелей на собраниях совета неоднократно и настойчиво указывалась на необходимость новой власти в церкви и соответствующее представление было сделано правительству новый синод был составлен из лиц более или менее уже соответствующих потребностям момента кавычки закрыты все туя на то что все-таки в новом синоде не доставала цитата активных обновленческих работников титлинов радовался уже тому что цитата новый синод во всяком случае перестал быть тормозом церковно-преобразовательного движения лишь с этой переменной церковной власти сделалась возможной реальная церковно-обновительная работа титлинов далее пишет что деятели цитата взявшие в свои руки руководительство церковной политикой конец цитата ставили своей задачей еще цитата подготовить церковь к соборной жизни то есть организовать церковную общественность раскрепостить связанные прежде рамками действительного порядка церковные силы изъять власть из рук реакционеров и выполнить всю подготовить подготовительную работу для собора созывом собора последнему передавалась дальнейшая судьба церковного реформаторства конец цитаты но еще до созыва собора в кавычках обновленные синод уже начал вводить реформы церковное управление им были изданы временные положения о приходе и эпархиальном управлении построены на выборном начале титлинов сетует однако на то что новый синод действовал недостаточно решительно если синод стеснялся увольнять больше епископов чтобы не слишком поощрять анархические элементы в церкви то обновленческое сознание питительного с этим не мирилась он считал что цитата агенты старого строя хотя бы за ними и не было определенных вин все равно не будут искренне работать для церковного обновления основным условием которого ставилось умоление епископских прерогатив конец цитаты 29 апреля 1917 года синод в новом составе объявила созыве всероссийского собора во главе подготовительной работы становится архиепископ финляндские сергий строгородский образовывается предсоборный совет цитата 25 мая за номером 32 тысячи 800 синод созывает в этот совет а ряд ребят или ряд либер либеральных профессоров в качестве спецов конец цитаты кроме них составе совета был конечно и ряд духовных лиц по должности обновленцы уже перед тем начали развивать большую деятельность веденский писала положение которое он нашел в петрограде по возвращении из москвы цитата там работа идет союз приобрел крупную литературно-богословскую величину в лице профессора титленова с его помощью официальный орган при реорганизованном синоде церковно-общественный вестник удалось взять свое удалось взять в свои руки в этом вестнике мы повели всемирно пропаганду наших идей внимание народа и сочувствие нашему делу обновления церкви несомненно были огромные этот всероссийский церковно-общественный вестник отражал взгляды временного правительства на церковные вопросы там велась ожесточенная и грубая пропаганда против восстановления патриаршества хотя вопрос этот никем еще формально не возбуждался напротив противодействия этой акции обновленцев со стороны церковно мыслящих людей если и стала проявляться то в очень стесненных условиях и без поддержки органов печати однако православное сознание не могло не противиться восприятию новых идей так что даже созданные в москве будущими обновленцами всероссийский съезд духовенства и мирян в июне 1917 года не совсем оправдал их надежд на этом съезде как и на разных других собраниях раздавалось много речей направленных против иерархического строя но вместе с тем проявлялось и противодействия некоторым проектом реформ особенно отделению церкви от государства вопросы внесенные синодом на рассмотрение всероссийского собора охватывают все стороны жизни для нашей работы представляет интерес пункт второй положение о высшем церковном управлении проект это был одним из наиболее разработанных и сильной демократической тенденции возможность восстановления патриаршества там не принималась во внимание вопрос этот по-настоящему возник только на самом соборе двоеточие кавычки открываются законопроект выработанные во втором отделе предсоборного совета заключают в себе общие положения о высшем церковном управлении проектируемом из поместного собора периодически собираемого и постоянных органов священного синода и высшего церковного совета имеющих особые предметы собственного видения и совместные общие собрания для разрешения определенного круга дел титлиннов признаешь что с точки зрения целей группы обновленцев которая сосредоточилась при синоде созыв собора оказался ошибкой он пишет цитата вообще здесь была допущена ошибка за которую может быть надо винить не столько синод революционного созыва сколько самую руководящую церковную общественность последняя видимо не совсем верно оценивала положение и не была достаточно осведомлена в настроении провинциальной церковной среды в руководящих церковных кругах преждевременно полагали что церковь готова для собора и что надо поскорее созвать собор чтобы придать ему церковное строительство состоявшийся чтобы передать ему церковное строительство состоявшийся в начале июня в москве всероссийский съезд православного духовенства и мирян был как бы предверием собора на съезде в 10 дней были выработаны и обсуждены новые основные проекты церковных преобразований и все главные вопросы церковного момента с этой стороны съезд оказался вполне удачным определенно прогрессивная линия поведения большинства съездов вопросов церковного устройства давала повод рассчитывать что и будущий собор займет такую же позицию и сделается фактором коренного обновления церкви отчасти под впечатлением съезда работы по созыву собора были ускорены впрочем титленов признает что уже в самом предсоборном совете можно было заметить что дело не так просто как оно могло казаться на первый взгляд в частности это проявилось при обсуждении вопроса о решающем или совещательном праве голоса клириков и мирян на соборе консервативное течение в совете взяла под свою защиту прерогативы епископата и успела провести в порядке особого наказа арго ограничительное для церковного общества постановления о разделении собора на две курии епископскую и духовно-мирскую с правом епископской курии налагать вето на любое соборное решение резкое столкновение происшедшее по этому поводу в совете между левым его крылом и большинством показала что идеалы церковного освобождения опять становятся достижением только церковной оппозиции весь жетон принятый в совете церковным центром и церковной правой его частью давал понять близость новой борьбы церковной реакции с церковным освободительством подобная борьба не могла еще разыграться в предсоборном совете вовсю шире потому что совет был создан либеральными инициаторами и действовал в рамках либеральных же заданий кавычки закрыты на синод неизменно оказывалось давление в смысле введения разнообразных демократических реформ однако имея ввиду уже принятое решение о созыве собора с участием представителей клира и мирян сено чувствовал себя недостаточно авторитетным чтобы отменить все прежние правила определением от 4 мая 1917 года за номером 268 он тем не менее внес ряд реформ демократического характера с оговоркой что это делается не в отмену прежних правил а временно до выработки новых правил управления на всероссийском соборе определение начинается со ссылки на новое положение в государстве цитата новый государственный строй открывая возможность более деятельного участия народа в управлении видит пути к тому в применении выборного начала при замещении должностей а с другой в объединении отдельных классов общества на почве защиты личных и или профессиональных интересов конец цитаты определение вводила выборное начало при назначении настоятели приходов вводила устройство благочинниц благочиннических уездных и уездных и епархиальных собраний и съездов представляла местами епархиальным советом где таковые имеются участие в лице трех членов в заседаниях духовных консисторий с совещательным голосом утверждала выборные благочиннические и епархиальные собрания и советы постановления всех таких собраний могли входить в силу только по утверждению их епархиальным архиереем деятельность всех таких учреждений должна была руководствоваться временными правилами вырабатываемые святейшим синодом все эти мероприятия можно было критиковать как введенные не столько по церковным принципам сколько следуя примеру светских учреждений того времени то есть по принципам революции с другой стороны возможность ссылаться на голос народа в условиях революции могла быть иногда полезной в борьбе за защиту церковных интересов вопреки планам ввести в управление церкви светский элемент эти реформы разбудили православную общественность что вскоре сказалось при выборах членов всероссийского собора работа синода несмотря на поспешные реформы стала несколько легче после замены в н львова в должности обер прокурора профессором а в карта шоу нельзя не признать что возможность созыва всероссийского собора было проявлением милости божьей если бы его созыв состоялся хотя бы на два месяца позднее он едва ли мог бы решить вопрос о восстановлении патриаршества а приход к власти коммунистов уже успел бы внести такой хаос что мог быть поставлен и самый вопрос о возможности организации размещения и содержания членов собора в москве кавычки закрываются книга левит 26 глава 25 стих и наведу на вас мстительный меч в отмещение за завет если же вы укроетесь в города ваши то пошлю на вас язву и преданы будете в руки врага пророк языки 11 8 вы боитесь меча и я наведу на вас меч говорит господь бог второзакония 32 41 когда изострю сверкающий меч мой и рука моя примет суд то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам а страха их не бойтесь не смущайтесь изрек иисус своим ученикам вас будут резать разрывать на части но волосинки малой не пропадет в веках что было скрыто за таким наказом еще нигде не еще никто нигде не испытал мир напрягался но изобретая казни заказывали блюда на победный бал но шли века захлебывались кровью младенцев юношей и древних стариков из палачей казненными никто не проклят молились за отпадших и врагов не бойтесь среди львов я с вами я силой облику сынов и дочерей вас не отравят не затравят львами не испугает и деспот рот ощерев мой путь и ваш уже соединились через голгофу узкие врата быть мучеником это ли не милость дней десять в муках стоит скоротать и задымились строки в житиях святых их жизнь соединилась житиями не бойтесь покрывалом этот стих накрыл с любовью мучеников в яме никто не превозможен христиан вкусившись было вкусивших благо от святого духа побит был первомученик степан он жив вовек синедрион же рухнул не бойтесь и сегодня сей набат синедрион поповский гнусно балагует таких за веру кто же будет брать голосовальщики за власть всегда при урнах за смертью вечность радость со христом благословенный рай где нет печали слова христа едва ли мы в растем доколе к страху божью не причалим 20 сентября 2008 год Игнатий Лапкин Абсолютно 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 и